Окей, хорошо. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и что будет суд Божий. Да, был дело. Был, был, но прошло. Сейчас надо еще одного Христа, чтобы еще раз грехить, потому что столько уже грехов новых. Докольно умер за того, чтобы нас спасти. Явил свою высшую любовь. Пожертвовал. От чего спать? От чего? От грехов наших, от противления Богу. А сейчас же много грехов. Вы только не ругайтесь. Я прошу, что попробуйте не ругаться. Нет, мы просто интересуемся, мы же не знаем подробностей. Вы не знаете. Это из какого... Вы по одному говорите-то. Вот тут, когда начнешь говорить, как обкуренные или после пьянки, шатаются, вертятся. Кто сказал? Чай пьем, чай пьем. Чай пьете? А что-то такое поведение прямо не вызывает доверия. Ну, не, мы скептически относимся к новой информации. Иисус сказал, я лишь пришел, только... Кому там пришел? Продолжите. К погибшим опцам Израиля. Дома, Израилю. Да. То есть, пришел он к иудеям. Пришел к своим, говорит, и свои его не приняли. А подняли руку и распяли. О чем говорит первомученик Степан? Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Иисус знал же ведь про это. Да. Я однако простил. Господь его предупреждал. Да. Вот. То есть, это было, значит, неизбежно ведь, правильно? Да. А больше не придет он? Потому что столько грехов сейчас на земле. Мне кажется, нужно срочно. Вот. Отец, если вот он пришел к овцам Дома Израиля, а остальные-то народы тут при чем, как бы, просто приняли Христа просто, и все. У вас в доме... Бог ему не сказал. У вас в доме есть такая книга? Да. Ну, куда он ходил. Но он ходил, блин, ну... Не, он сказал, что передавали его знания дальше. Что вы ее содержание не знаете? Не, Ветхий Завет я читал давным-давно. Не, ну, наизусть-то кто же знать? А в детстве я даже плакал. Мне, ну, там, вот эту церковную брошюрку давали мамке, где там вот Христос распятый. Я же это реально плакал. И поклялся, что этого Иуда найду. Ну, так, короче, так впечатлился. Думаю, я найду этого Иуда, блин, убью нахрен, урода, за то, что, ну, это Иисуса бедного, блин. Реально прям меня впечатлила эта сцена. Брошюрка. Типа там свидетели Иегова или кто там, короче, передают эти брошюрки. Ну, там мысль один и тот же. Иисус. А сейчас уже, конечно, за атеистическое будет улучшение. А как, допустим, ну, вы к другим учениям относитесь? Ну, как ислам, буддизм, например. Ну, как, как, я с ними беседую по их книге. О, ура. Я вот, какой верой, я с ними беседую, говорю, ваша книга, вы ее знаете, содержание, они не знают. Я говорю, у меня Библия, вы меня задавайте вопрос по Библии, а я по вашей книге. Два вопроса только задам, он вот такой раз, попадает, и никого нету. Да что не знать-то? У них спасителя нету, как у нас Христос. Она не совсем религия, это больше, я не знаю, практическая. Ну, это состояние, достижение состояния нирваны. Это там, нет такого Бога молиться. У них там сотни тысяч бут этих, достигшие этого состояния. Ну да, это не Боги, это просто для любой человека. То есть проявление одного Бога во всем. Ну ладно. Вот у вас, если вы, я просто не вижу, какие это вы, это прямо. Вы можете зайти на мой канал, посмотреть. Там самый большой. В Ютубе у меня самый большой канал, самый большой. 20 тысяч 500 роликов. Мы строим деревню православную. Вы сейчас времени ведете? Посещаемость там у меня 46 миллионов просмотров. Ого. А как относитесь вообще к русской православной церкви? Да как отношусь, когда я в ней нахожусь? Я как могу относиться? Как к матери своей? А считается ли вы правильным то, что строение церкви – это такая вынужденная мера, но строение детских, например, и детсадов, как бы это не важно? Ваня, важно. А что важно? Храмы строить важно. Они никому не нужны. Пустые стоят. Так я вот вам и говорю, зачем храмы. Мы, мы, слушай, слушай, мы взяли, получили статус. Единственное в России. Строим православную деревню. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Это что-то значит? Ну, я вам скажу, знаете, что значит. А это подставь правую щеку, да, там тоже у вас? Что? Вы с вами? Подставь правую щеку, тоже у вас тут будет работать? Я не понял. Вы о щетках спрашиваете? У вас. Вот мы молимся семикратно в день. После каждой молитвы сто поклонов. Отец, отец, что означает цитата? Ударили по левой щеке, подставь правую. Что это интерпретируется как? Да они как раз ударите в правую, говорит. Вы перепутали маленько. Но это означает прощай. Не держи зла. Тут больше ничего нет. Ну, это правильно. Это да, и в буддизме то же самое говорят. Ну, это вообще все эмоции, как бы, ну, не твоя истина, и я. Вот вы, если зайдете по скайпу ко мне, я вам скину ресурсы, там побеседуем, но чтобы были абсолютно трезвые, дня три в рот не брали ничего. Мне сейчас с вами беседовать-то время тратить. Такая книга есть? Нет. Это главная книга мира. Самая древняя. Она дает нам откровение, что Иисус Христос умер и воскрес, и всех зовет к спасению. И кто кается, получает прощение грехов. Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. А вы на батюшку похожи. Что? Вы похожи на батюшку. Ну, я не... Для проповеди мы как священнодействие, а так-то я не священник. У меня брат священником. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Одна такая на всю страну. Ежедневно, чтобы 7 раз быть на молитве. После каждой молитвы 100 поклонов. Намаз, как у мусульман называется, 5 раз, у нас 7 раз. Да еще утром, вечером 9 раз получается. 900 поклонов в день. Который Он и обещал нам. Он умер и воскрес для нашего оправдания, Христос. Мы эту благую весть сюда принесли. Сказать людям о Суде Божьем. То, что здесь делается, достойно сожжения, как Содом и Гаморра. Согласен, согласен. Согласен. А вы откуда сами? С кухни. Нет, я понял, что с кухни. Я имею в виду город, город какой. Так не откуда, а где нахожусь. Вы вопрос как ставите, я так и отвечаю. Откуда, это значит, из пункта А в пункт Б. А где нахожусь? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Да вы что? Ничего себе. Молодец. Дай Бог здоровья вам. А вы зайдите на мой канал. Видеоканал у меня. Самый большой в интернете. 20 500 роликов. Да вы что, 20 500 роликов? Да, наших. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У меня есть отдельно сайт, самый большой в интернете сайт. Там 43 книги моих, которые у меня вышли из печати. Из них 38 печатной информации. Вот вы зайдите по скайпу Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу выйдете. Это я. Игнатий Лапкин, да? Да, Игнатий Лапкин. А канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Ну, сейчас я попробую зайти. Давайте, зайдите, пока не ушли. Вы будете переспрашивать. Игнатий Лапкин. Лапа у птиц. Так Лапкин, уменьшительная. Лапкин. Хорошо, сейчас зайду. Давай, давай. «Во свете Библии заряди». Верующие люди. И знаете то, что Господь открыл людям. Что будет суд Божий за все, что здесь творится. Что это в рулетке, как Содому и Гоморре, гореть в огне. И радостная вещь, что за грехи людей Христос умер и воскрес третий день. И зовет, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. По такому случаю вопрос. И вам, кажется, на таку святого Писания. Только заранее давайте договоримся, чтобы ни одного матерка не было. И будет, не будет. Значит, под контролем держите обстановку. Смотрите, вопрос следующего характера. Что сильнее? Всемогущество и всеприсущесть Бога или же свобода воли человека, которого он создал? Вы задаете вопрос, который отвечен уже на первой странице Библии. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И спрашивает, в чем образ, в чем подобие. Вот как раз это творческая энергия и свобода. Бог дал человеку свободу. Но, говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие, огонь и воду. И добавляет, зачем вам умирать? Избери жизнь. Бог всемогущий, но не роботы сделал, а подобных себе со свободной волей, творческой энергией. Хорошо, смотрите, а вот вы считаете себя верующим, да? Мне не надо считать. Я жизнь эту доказал. Мне 81-й год. Я заплатил самую дорогую цену за свою веру. Если я ничего не путаю, где-то в Святом Писании упоминается критерий верующего человека. Да будь в тебе вера хоть с горошину, скажешь, ты горе встань и пойди, гора встанет и пойдет. Вы такими функциями обладаете? Какими? Потихоньку, не спешите. Еще раз повторите. Какими функциями? Как у вас с движением гор? А что смешного-то? Ну, смотрите. То есть вы не серьезно. Вам вопрос этот и не нужен. Вы хотите поставить в тупик человека. Вот, например, знаток Святого Писания Александр Глебович Невзоров утверждает, что в Святом Писании... Невзоров. Я 32 ролика его разбираю. У меня стоит. У меня самый большой в Ютубе канал. У меня 20 500 роликов. И 32 я посвятил Невзорову. Несчастный. Он уже сгорел давно. Ну, признаваться, нет. Видел его на медне. У него ничего нету сейчас. Ничего нету. И он понимает, только одна желчь. Дальше не может сказать. Его даже вызвать на разговор нельзя. Так? А не зная, вы не знаете закона Божия. А не зная, вы его нарушаете. А нарушая, вы погибаете. И все от того, что не считаете. Святой Иоанн Златоуз, 4-5 век. Да, что вы говорите. Я мусульманин, дяденька. Мусульманин. Ты что, мусульманин? Мусульманин разве не человек? У них своя книга есть? Вы не считали хоть раз эту книгу? Вы хоть один раз считали ее? Мало это. Мало. То есть, вы ее не считали. Вы только так говорите, а сами не знаете. У вас там тоже написано, за плохие дела наказание. За хорошее обещается блаженство. Да, правильно. Да. Вот так. Правильно. Скажите тогда, а вот здесь примерно 90 с лишним процентов сейчас рулетки мусульмане. Зачем они сюда так сбились? Почему они сюда кинулись? Я не знаю. А я знаю. Вот сидят они здесь, хохочут. Я говорю, зачем? Не знаю. Я говорю, я вам расскажу. А что? Я говорю, тебе дома разрешается 4 жены иметь. Но за каждую надо хороший колым платить. А здесь 44 даром и голые. И вы, южные жеребцы, на северных кобылах пашите. А не ха-ха-ха. Не смейся. Блудники в огне будут гореть. Вам и ад забитый. Самое трусливое, самое блудливое все сюда собралось. А мы пришли сюда. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Тут, как же, мужчины голые, половина валяются. Женщины трясутся сиськами. Безобразие одно ужасное. И она самая популярная. Маленькие дети визжат, матерятся. Более нечистого места, чем эта рулетка, нет на земле нигде. Как будто бы черти из предсподней вырвались. Может быть, это неправильно выговорит. Да. У вас вопросы есть какие? О душе, о вечности, о будущем? Нет, нет. Нету. Ну все тогда. Я верю. То есть вы не интересуете? Человек умрет и все на этом закончилось? Вы так понимаете? Сейчас я верю. Что вы несете? Вам трудно по-русски говорить, да? Нет. Хорошо, я говорю на русском. Ну ладно. Тут половина обкуренная, да после пьянки. Говоришь, он мотается и два слова связать не может. Нет, я ни крыни не пью. Я учусь в курсовое дело. Так. Вы ищите Бога. Достаньте Евангелие. У вас называется Инжил. Вот прочитайте. У вас пятая сура, 47-й, 66-й аят. Говорят о нас, о христианах. У нас там ваша книга. Ваша книга, я называю. Я правильно говорю, что это ваша книга? Угу. Там написано, что нас называют люди Писания. Люди Писания. Но учитывая, что ваш основатель религии умер в 632 году, значит, он Писанием имеет в виду книгу, которая не позже 7 века. Библия. И он говорит, вам Всевышний дал Инжил, Евангелие. Вы по нему и поступайте, а не обманывайте людей. Поэтому мы, христиане, должны быть настоящими учениками Христа. Ваша книга, нас называют люди Писания. Я и пришел со своим Писанием. Я вашу книгу не трогаю, просто сослался на нее. Грехи людей тяжкие, и за каждый грех умирать. А Иисус умер за грехи всех людей. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг, и Бог положил на сердце подарить библиотеке мира. И мы посетили 650 городов от Тихого до Атлантического океана. А когда были в Баку, мы ночевали в доме Мулы. У мусульман это, ну, как у нас священник вроде. И там наши беседы, у нас все на интернете записано для интернета. У них Библия есть. Мы в мечети были, потом в храм пошли. Свидетельство было о Боге. Вы знаете, что у мусульман самая ценная? В их вере что самое ценное? Не знаете, да? А я вам скажу, пятикратный намаз. Намаз совершают. А у нас это семикратный намаз. И после каждого сто поклонов. Ну ладно тогда, если вопросов нет, до свидания. С Богом. С Аллахом.